Всем привет! Автоотелье Курус Голд, Нижний Новгород. Сегодня начинаем подготовку к покраске элементов багажника от Land Rover Freelander 1. Весь пластик, так как у нас салон будет весь черный, начиная с потолка мы будем перетягивать пластик, нам надо очернить, по-простому говоря. Это у нас вот стойки передние, лобовые, это у нас задние верхние к потолку сопряжения. Весь низ по кругу тут, это он около двери, планка, боковые две. Так, а вторая-то у меня где? А вторая вот. Они покрашены уже вот каким-то то ли титаном, то ли раптором, хрен поймешь. Но качество покраски сразу видно, все просвечивает. Вот, ну и самое главное, дверная обшивка багажной двери. Ее вообще никак не подготовили. Тут и трещины, и царапины. Ну и все это осталось. Но владелец ровера попросил, изъявил желание. Я долго отговаривал, но изъявил желание все это покрасить раптором. Мелкую структуру, так, чтобы это было черненьким, но ненавязчивым. Так что будем делать мелкую структуру, и я обязательно расскажу, как это делается. А сейчас берем 80-ю шкурку. У меня вот такой вот аппарат Ебошевский. И вышкуриваем. Шкурится достаточно непросто, но шкурится. Видно, что царапины. Вот я уже в течение двух минут шкурил. Вот такой вот получается абразив. Естественно, мы все царапины на пластике все уберем, зашпаклюем перед покраской, и потом уже на мелкой структуре это будет еще заметнее, чем на то, что которое вот сейчас есть. Вот такая вот. Для наружки для машины это одно для корпуса сабвуфера. Это другое. Но обшивка она не должна быть такой страшной в салоне. Так что вышкуриваем и приступаем к покраске. Спустя два дня мучений с помощью машинки из 60-й и 80-й шкурки все вышкурили. Раптор руки дребезжат от машинки до сих пор. Так. Заодно зашпаклевали места, где были царапки везде, на всех панелях. Вышкурили пластик голый, который не был покрасан Раптором. Самая страшная панель задняя дверная тоже зашпаклевана. Видно следы шпакли. Так. Ну и верхние накладки пластиковые не крашенные. Их тоже вышкурили восьмидесяткой с машинкой. Никаких махров на пластике ничего нет. Так. Дальше. Что мы делаем дальше? Шпаклю у нас я сейчас покажу. Шпаклю у нас вот такая была для мелких царапин Юпол Фантастик. Очень быстро сохнет. Очень быстро нашкурится. Хорошо. Если у вас глубокий вот такой вот можно со стекловым лаком. Ну и какой грунт для пластика. Вот такой гламур розовый. Тоже Юпол Фантастик. 20.03 По-моему. Или вот по этим надо. Вот 20.32 ЮПы. Хрен знает какой правильный номер. В общем грунт по пластику. Его никак не перепутаешь. Он 0.6 идет литра. Большой баллон. Его намного хватает. Ну и как пользоваться. Все на баллоне на баллоне написано. Шкурочка 280-360 на пластик. Дальше обезжириваем. С расстояния 25 см дуем. 20 минут сушим. При комнатной температуре 20 градусов. Все. И дальше можно уже без всяких промежуточных грунтов наносить сразу краску или раптор. Вот чем мы сейчас и займемся. Как приготовить раптор я сейчас покажу как все подготовлю. Мне тут еще надо заклеить панель. Вот надо заклеить панель. Немножко шпаклянуть место и шкурануть. И уже можно будет приступать к покраске. Так. Ну что. Продолжаем. Все остальное покажу позже. Итак. Как готовить раптор для мелкой структуры. Берем весы кто-то может быть мерными стаканчиками там пользоваться. Но я привык на весах с точностью до миллиграмма вешать. Так. Берем бутылку. У меня вот здесь вскрытая бутылка есть. Немножко там использовал уже. Ставим на весы. И отсюда из этой цифры вычитаем 65 грамм. Это вес старых. То есть пустая бутылка вместе с крышкой весит 65 грамм. Без крышки 60 грамм. То есть у нас на весах 597 минус 65 это будет 532 грамма. То есть мы берем разбавитель 20 41 10 процентов это у нас будет 53 граммы практически наливаем по весу потом добавляем отвердитель и у нас состав готов. Так дальше уберем краскопульт грунтовочный пистолет их вот в коллекции сколько куча большая. Грунтовочный пистолет у меня 2 и 5 дюза рм 927 44 это русский мастер. Вот заливаем готовую смесь. Если вам совсем можно не нужна структура можно еще 10 процентов. То есть по-моему мне говорил технолог что до 30 процентов я никогда не пользую такие сочетания. 10 процентов добавляю и будет у вас готовая полимерная смесь разбавленная которая через два с половиной дюзу спокойно продавится и будет красивая мелкая шагринка. Если у вас пистолет с меньшей дюзой то естественно можно разбавить пожиже. Так ну что добавляем разбавитель добавляем отвердитель и чешем красить нас обезжиренные и загрунтованные уже как я говорил вот этим вот грунтом ламурненьким весь пластик. Сейчас как раз вот пока готовится раптор 20 минут пройдет при комнатной температуре и можно будет уже раптор наносить. Все приступаем. Итак цвет у нас залит залит раптором. Если вы думаете что все это в один подход покрасится вы ошибаетесь. Так у нас залит цвет видно что есть неровности это то что протиры на пластике от вышкуривания вот у нас теперь толстый слой раптора залит он залит цветом который у нас дальше будет здесь у нас пластик где не было раптора он более-менее ровный вот теперь все это сушим чем чревато за раскрасить у вас есть волоски которые вы не видите пока не покрасите волоски естественно пластика после вышкуривания вот все косяки все это проявляется потом уже в ходе покраски вот как раптор подсохнет берем более мелкую шкурку не восьмидесятку который мы делали или шестидесяткой на машинке берем двести сороковую двести шестидесятую шкурку и вышкуриваем уже раптор до гладкого идеального состояния дальше нам надо будет залить только структуру там уже расход совсем небольшой вот у меня две бутылки ушло два литра на вот эти детали то есть считай порог задней двери стойки передние и здесь еще пять деталей задняя дверь боковушки нижние и боковушки верхние вот на это все два литра ушло это только мы заливали цвет цвет жирно-толстым слоем естественно с разбавителем на широком факеле давление три с половиной атмосферы цвет черный именно цвет черный перекрывает вообще очень легко в один слой достаточно если у вас идеальная поверхность вот если у вас пластик то именно вот таким образом надо в два этапа заливайте цвет причем не в один слой а так чтобы вот эти вот волоски от вышкуривания они все закрылись вот здесь начинает высыхать все равно видно от машинки от 80 шкурки следы вот потом когда мы пройдемся после высушивания 240 шкурочкой вручную шкуриться будет очень легко вот такая гладкая структура будет идеально ровно никаких волосков не будет ну вот на глаз это видно видно полосы в общем косяки видно полосы есть вот протиры были то есть раптор сейчас встанет через сутки его можно будет спокойно шкурить сегодня у нас суббота завтра воскресенье приходим и вышкуриваем а может отдыхаем вышкуриваем и потом можно будет уже заливать структуру а про структуру про стук структуру я вам отдельно расскажу готовится готовится все то же самое разбавитель отвердитель 10% разбавителя отвердитель сколько нужно там по моему по граммам 220 грамм получается 230 отвердителя вот уже грунтовать ничего не надо будет сейчас у нас адгезия идеальная раптор ляжет вышкурим и будем заливать уже структуру по расходу я тоже обязательно расскажу итак у нас закончена покраска всех панелей набралось еще там на складе нашлось те которые надо было обновить центральные стойки были черные а не за вот эти вот два очирыша это были серые центральные стойки вот они их обновили мелкой структурой залили то они все покоцаны мудные какие-то в пятнах так ну и после согласования немножко корректировку ввели заказчиком он говорит что в багажнике там всякая срань ездит лопаты ведра прочее говно садовые вот поэтому решили что нижний пластик который будет воздействоваться воздействоваться короче который царапаться будет решили крупную структуру залить вот спустя три часа после заливки вот так это выглядит это у нас крупная структура если ее можно назвать крупной средней наверное шагрень заливается на максимальном давлении пистолет у нас юполовский антигравильник так ни хрена не видно ну видно вот структура я сделаю фотки кому интересно в четком формате посмотреть готовый результат вот это так выглядит так так ну и мелкая структура вот на нижней части центральной стоечки она была серая мелкий раптор повторил всю структуру видно вот здесь у нас гладкая практически а здесь у нас ни хрена не видно ну видно структуру которая была заводской оттиск вот так видно так ну и вот так так а верхняя часть у нас вся будет в мелкой структуре пистолет два с половиной грунтовочный на давление 3 атмосферы и у нас 100 грамм на литр разбавителя ну и получается вот такая вот совсем мелкая шагринька как будто это пластик некрашенный полуматывай такой вот заодно залил цвет на панели которые делаю под планшетку вот ну это еще доводится будет две детали так никак не выздоровлю вот вот так это выглядит ну это естественно вот мой палец размер панели то есть мелкая совсем структура вот если хотите чуть-чуть крупнее допустим как вот на нижней части вот этого пластика она будет естественно не такая грубая как средняя она будет примерно вот такая вот как здесь оттиск пластика заводского значит просто тем же пистолетом два с половиной просто не добавляйте разбавитель и у вас вот такая вот структура как здесь будет на этом все подписывайтесь на наш канал вопросы задавайте кому интересно всем обязательно помогаю советом всем коллегам ни в коем случае не называйте себя конкурентами вы мои коллеги и если нужен совет я обязательно дам на этом все всем добра фортуны и бабла